Средняя школа номер 11, которая работает с 2019 года, не только самая большая во всем Брестском регионе, но и является одним из успешных примеров внедрения интегрированного обучения. С момента открытия здесь уже функционировали 8 классов, которые наряду с обычной программой предусматривали обучение по специальной программе для детей с особенностями психофизического развития. Суть интегрированного обучения в том, что дети находятся в равных условиях обучения образования и они включены в среду, и в среду не только образовательную, но и коммуникативную. То, что процесс обучения рано или поздно заканчивается, и очень быстро заканчивается, и потом ребята оказываются в социуме. Они должны уметь общаться, они должны быть полноценными гражданами и быть реализованными. Это позволяет сделать сейчас на первых ступенях наша интегрированная форма обучения и воспитания. За три года само время показало эффективность подобного подхода, а потому теперь в школе действует уже три специальных класса и 13 классов с интегрированной формой обучения. В одном таком классе в среднем от 3 до 6 детей с особенностями психофизического развития. Дети у нас находятся с разными особенностями, как то тяжелое нарушение речи, трудности обучения, нарушение функции опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха и инсультальная недостаточность. Три специальных класса открыты и функционируют уже на протяжении этих трех лет. Это дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата и с тяжелым нарушением речи. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в школе были созданы максимально комфортные условия. Безбарьерная среда с отсутствием порогов, подъемники, лифты, специально оборудованные гардеробные и санузлы. Продуманный сам процесс обучения. На основных предметах, таких как математика или языки, детей из интегрированных классов разделяют, и часть из них занимается по специально разработанной программе с дефектологом. Кроме того, на базе учреждения существуют так называемые пункты коррекционно-педагогической помощи. На данный момент в нашей школе организовано 4 пункта, в котором получают коррекционно-педагогическую помощь 86 учащихся. Получают помощь детки, у которых есть вопросы по нарушениям звукопроизношения, у которых существуют небольшие вопросы дисграфического характера. У нас созданы все условия для оказания этой помощи. Мы работаем по индивидуальным программам, которые мы подстраиваем под деток, плюс у нас довольно-таки большая дидактическая методическая база, которую мы используем в своей работе. Педагоги стараются максимально упростить процесс обучения для особенных деток, и в этом помогает использование мультимедийных технологий. Именно они лежат в основе проекта «Дети будущего», который был разработан специально для того, чтобы помочь таким детям в успешном освоении программы. Были разработаны три игры. Первая игра на развитие связной речи, вторая игра на усвоение устного счета, и третья игра для внеклассной работы – открытие человечества. В процессе того, как мы внедряли это в работу классных руководителей и психологов, мы увидели результат, что дети действительно лучше усваивают программу, и в том числе они стали более уверенными в себе, так как прожили ситуацию успеха. И это теперь, скажем так, широко внедряется не только на самом деле в работу с детьми с особенностями, в специальных и интегрированных классах, но и просто в начальной школе. Конечная цель интегрированной формы обучения – перевести как можно больше детей с особенностями на программу общего среднего образования. И надо сказать, что благодаря неравнодушию и ежедневной, слаженной работе педагогического коллектива это удается делать на практике. Но самое главное, что в школе царит одинаково дружественная всем детям атмосфера. Их не разделяют по состоянию здоровья, одинаково радуются их успехам и достижениям, ведь люди с особенностями не должны быть изолированы и чувствовать социальный барьер. А это зависит не только от школы, но прежде всего от каждого из нас с вами.